Уважаемые студенты 4 курса, мы продолжаем изучение дисциплины новейшая история стран Запада. Сегодня у нас предпоследняя 14 лекция. На прошлой лекции мы говорили об истории Советского Союза в период после Второй мировой войны с 1945 по 1964 год. Сегодня наша задача, посмотрите, тема СССР-1991 годы, распад СССР-образование СНГ и постсоветская Россия на рубеже XX-XXI веков. Сразу, кстати, можете для себя зафиксировать вопросы для закрепления, чтобы мы не тратили на это время в конце. Я вас прошу сделать скриншот и потом подумать над этими вопросами. Кстати, над некоторыми действительно нужно подумать, где-то поизучать какую-то дополнительную литературу. И, в общем-то, на некоторые нужно будет отвечать не от досножия, потому что она достаточно развернута. Давайте поговорим о снятии Хрущева и приходе к власти Леонида Ильича Брежнева. Итак, мы смотрим хронологическую таблицу. 1964 год, октябрь, сама середина, 14 октября. Переворот и смещение Хрущева во главе партии страны Леонида Ильича Брежнева. Несколько моментов, связанных с тем вопросом, почему, за что сместили Хрущева. Ну, удивительно, что его сместили и при этом не уничтожили, как это произошло бы наверняка раньше, так сказать, допустим, в сталинские времена. То есть, Хрущев после этого вышел на пенсию, спокойно жил на правительственной даче и скончался в 70-е годы в довольно преклонном возрасте. Но сам факт такого внутреннего переворота был удивительным. Вы помните, была попытка первого его смещения в 1957 году, неудачная. На этот раз все удалось. Почему? Давайте подумаем. Дело в том, что Хрущева уже абсолютно не могли терпеть ни простые люди, ни партийная верхушка, во многом из-за его так называемого волюнтаризма, из-за произвола, из-за сумасбродства. Надо сказать, что Хрущев, который во многом пришел к власти на волне разоблачения культа личности Сталина, в борьбе со сталинизмом, сам очень быстро стал совмещать посты. Так сказать, сталинская практика была совмещения постов. Он возглавил Совет Министров СССР и стал первым секретарем ЦК. И, кроме того, он действительно стал со временем невероятно лично нескромным. Он очень любил подарки, подношения, премии, награды. Небольшой факт, который я прочел в докладе Полянского, так сказать, по результатам снятия Хрущева, с этим докладом выступал Суслов как раз в середине октября 1964 года. Маленький факт, допустим. В период такого, последнего периода сталинизма, в 1952 году, за год до смерти Сталина, портреты Сталина в газете «Правда» были напечатаны 6 раз. За неполный 1964 год, последний год пребывания Хрущевой власти, портреты Хрущева там были опубликованы, напечатаны 147 раз. Как говорится, почувствуйте разницу, да? Я уже говорил, что в последние годы своего пребывания власти Хрущев больше времени проводил за границей, чем в Советском Союзе, потому что ему нравилось, как там его принимали, нравилось внимание людей, нравились подарки дорогие, которые ему дарили во время зарубежных визитов. И, собственно говоря, волюнтаризм – это очень интересное философское в том числе направление. Это когда считается, что воля, допустим, божества или человека может преодолевать все, что угодно, несмотря на объективные обстоятельства. Хрущев был очень субъективным человеком, очень недалеким человеком. Он выдвинул красивый лозунг «Догоним и перегоним Америку». Вначале по общему ВВП, а затем и по ВВП на душу населения. Это были абсолютно нереальные планы, но они влияли на других людей и выступали, так сказать, фундаментом для чудовищных каких-то инициатив. Я вам сейчас расскажу на одном примере. Так называемое «Рязанское чудо» или «Рязанский эксперимент» или «Рязанская авантюра». Представьте себе, начало… Вот, пожалуйста, в 1957 году Хрущев выступает с лозунгом «Догнать и перегнать Америку». Вот Алексей Ларионов – это секретарь Рязанского обкома КПСС. Обычная область, средняя, так сказать, в средней полосе России. И вот он 9 января 1959 года выступает с почином, что область за год утроит производство мяса. То есть производили 50 тысяч тонн мяса, теперь произведем 150 тысяч тонн мяса. Вот только за инициативу, то есть в январе он это высказал, в феврале область получила орден Ленина, высшая государственная награда СССР, а в декабре 1959 года сам Алексей Ларионов стал героем социалистического труда. Для того, чтобы обеспечить выполнение этой задачи, она была и выполнена, сразу забегая вперед схожу, к концу 1959 года 150 тысяч тонн дали. Но за счет чего? Забили весь свой скот фактически, весь приплод 1959 года, закупили часть скота в соседних областях, то есть год область не строила дороги, не ремонтировала, школы не строила, то есть не развивала инструктуру, все деньги были потрачены на закупки мяса в соседних областях. Мясо вообще в области не видели в магазинах, оно пропало из продажи. И тем не менее успешно отрапортовали, и на 60-й год взяли еще более высокие обязательства, это, кстати, 180 тысяч тонн мяса произвести, что было абсолютно же нереально, это стало ясно очень быстро. Заготовки вместо 180 тысяч тонн в 60-м году составили 30 тысяч тонн, потому что поголовье уменьшилось, колхозники отказывались работать, производство зерна даже в области сократилось наполовину, количество скота в области сократилось на две трети, к концу 60-го года катастрофу скрывать стало невозможно, и вот 22 сентября 60-го года Алексей Лоренов застрелился, то есть он выстрелил себе в голову из пистолета, и тем не менее почему-то его не лишили звания Героя Социалистического Труда, видимо, опасаясь гнева Хрущева. Это один только небольшой пример. Другой пример волонтуризма Хрущева, это его оттепель поначалу хрущевская, когда вроде бы реабилитировали каких-то деятелей культуры, репрессированных приставлений, стали сдаваться яркие, интересные журналы, огонек, допустим, да, и так далее. Но уже в 62-м году Хрущев категорически разругался со всеми представителями культуры, разгромил так называемую выставку авангардистов, то есть была организована выставка авангардного искусства. Хрущев, который очень мало что понимал в искусстве, увидел какие-то странные кубы, там, сферы, так сказать, какие-то пятна краски, так сказать, посчитал, что это вообще не искусство, что этим занимаются какие-то отбросы общества, отщепенцы. Страшно стал ругаться, материться буквально на этих художников, назвал их абстракцистами, представителями сексуальных меньшинств, в грубом выражении. А выставку пригадал снести, причем его подручные поняли это в прямом смысле. Выставку снесли бульдозерами, ее поэтому, кстати, и называли бульдозерная выставка. То есть, вроде бы, так сказать, при Хрущеве многое было сделано хорошего, да, ну, тоже развлечения культа личности Сталина, тоже возвращение людей из лагерей. Вот, ну, знаете, все это было сделано очень половинчато. То есть, одни народы были реабилитированы, другие нет. И одних вернули, так сказать, на места исконного проживания, другие нет. Часть людей реабилитировали, а часть нет, так сказать, тех, кто был в оппозиции, там, Сталина. В общем, очень половинчатое, очень неполное, противоречивое. Вот, и в то же время очень резко за эти 11 лет пребывания Хрущева власти упала в стороне производительность труда. Где-то в 2,5 раза она упала. Это довольно много за всего-навсего десятилетия. Никакие планы не выполнялись, поэтому пришлось пятилетку превращать в семилетку. Были заявлены амбициозные проекты, которые тоже выполнялись, так сказать, очень компанийски, я бы сказал. То есть, он приехал из США, где был в 59-м году с визитом. Привез оттуда убеждение, что нужно везде сажать кукурузу. В результате ее стали высаживать даже за полярным кругом. Это был абсурд. Кукуруза объявляет царицей полей. И в то же время, ну, понятно было, что это все субъективно и не опирается на что-то такое серьезное, так сказать, объективное, научное и так далее. То есть, в конце концов, Хрущев просто-напросто перестал устраивать всех, от простых людей до высшей номенклатуры и, соответственно, был снят. Мы, конечно, много внимания уделили Хрущеву. Вот, посмотрите, какие есть материалы, за что сняли Хрущева в газете «Советская Россия» или, допустим, «Пять выборов Никиты Хрущева» в замечательном журнале «Наука и жизнь». Статья говорила Попова и Никиты Аджубея. Аджубея, это, кстати, зять Хрущева, он был женат на его дочери Раде. В советское время была поговорка «Не имей 100 рублей, а женись, как Аджубей». То есть, это женись бы позволило простому журналисту стать со временем главным редактором газеты «Правда». Так или иначе, мы возвращаемся к нашей хронологической таблице и идем дальше. Начинается период, который часто называют эпохой застоя, то есть Брежневский застои, 18 лет пребывания Брежнева власти. Но застои это был не в 60-е годы, а скорее в 70-е, во второй половине 70-х, начале 80-х. А в конце 60-х было время так называемых Косыгинских реформ. Кстати, посмотрите сами, что это такое. Сейчас нет времени долго разговаривать. Председатель Совета Министров Косыгин действительно провел целую серию реформ. Может быть, по истории Казахстана примитивно к нашему региону вы это изучали. Но, кстати, в 60-е годы началась серьезная борьба с диссидентством. И, посмотрите, суд над диссидентами Сидявскими и Даниэлем. В этом году вышел Семидатский бюллетень хроника текущих событий, ввод войск ОВД в Чехословакию. Но были и позитивные моменты. Визит в Москву президента Никсона, подписание договора РОСВ-1. Вот, кстати, редкий эпизод, о котором мало говорят. Посмотрите, да, восстание на исполнительство Рожевой. В эпоху застоя таких фактов трудно было представить. В 1977 году важное событие было принято третья Конституция СССР, по которой КПСС объявлялась главной руководящей силой общества. Вот негативный момент ввод советских войск в Афганистан, который вызвал международную изоляцию СССР. И в Москве, когда прошли летние Олимпийские игры, почти все западные страны их бойкотировали. В 7 ноября 1982 года Брежнев стоял на трибуне, наблюдая за парадом. Простыл очень сильно, через несколько дней скончался. И генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Андропов. Юрий Ильич Андропов. Посмотрите, чем он стал заниматься. Но, к сожалению, у него здоровье тоже было подорвано. И он скончался уже через полтора года. И на время, в качестве такой переходной фигуры, партию страну возглавил Константинович Черненко. О нем шутили, что он приступил к обязанностям, не приходя в сознание. Он действительно уже был очень старым и больным человеком. То есть, это буквально на год его поставили у власти для того, чтобы решить, кто дальше возглавит страну. И выбор был сделан в пользу молодого члена Политбюро, орденоносца, бывшего тракториста и выпускника ЮРФАК МГУ Михаила Сергеевича Горбачева. И уже это происшло 11 марта. А на апрельском пленуме был задкурс на перестройку хозяйственно-экономической деятельности страны, на ускорение социально-экономического развития и на гласность. Посмотрите дальше. События 1986 года очень важные. Тут и события алматинские известные. И авария на Ченобельской АЭС. И вывод войск из Афганистана. И начинается уже потихоньку процессы, которые приведут к распаду Советского Союза. Образование народных фронтов в Прибалтике, начало армянно-базанского конфликта в Карабахе, который, как вы видите, длится до сих пор и приводит к большой крови. События в Тбилиси тоже очень кровавые. Очень неудачные, так сказать, для властей. Движение РУХ в Украине, которое выступало. И вот, пожалуйста, Верховный Совет Литвы проглашает независимость. Вот и так далее. Но интересный момент – работа 19-й парт-конференции. Парт-конференции в СССР не проводились с конца 30-х годов. Возобновили эту практику. Дальше вот уже начинается агония Советского Союза. Посмотрите, да, с одной стороны. А, был введен пост президента СССР. Им был избран Горбачев в марте 90-го года. И вот еще одно событие, связанное с международным конфликтом войск в Баку, когда около 105 тысяч человек погибло. Здесь были преследования этнических армян. События в Вильнюсе тоже, так сказать, связанные с штурмом телецентра и гибелью 16 человек. В Грузии приходит к власти грузинский националист Гомсахурдия, берет курс на отделение Грузии от Советского Союза. Идет возвышение Ельцина, который избран президентом Российской Федерации. И вот в 91-м году, в конце августа, 19-го путь, так называемый ГКЧП. Это Государственный комитет по чрезвычайному положению. Это была попытка отстроения от власти Горбачева, пока он находился на своей даче в Форосе, в Крыму. Вот группа людей, Янаев, вице-президент Язов, Павлов, Крючков, это все министры, министры обороны, внутренних дел и так далее. Вот они попытались освободить, от власти убрать Горбачева. Им это не удалось. Это только подтолкнуло выход Советных Республик из состава СССР. Вот знаменитая Белорусская встреча лидеров России, Украины, Белоруссии и образование СНГ. Затем этот процесс в чем-то возглавил Казахстан. Учительная конференция прошла в Алма-Ате. Где Горбачев подал в поставку, поставил президент уже не существующего Советского Союза. И дальше вот несколько фактов постсоветской истории. Я вам хочу еще показать быстренько глоссарий по советской истории. Вот здесь есть термины троцкизм, Ждановщина, Лысенковщина, перестройка. Вот можете сделать скриншот, посмотреть, что такое перестройка, да? Вот. И, пожалуйста, посмотрите уже несколько фактов такой постсоветской истории. История России на рубеже 20-21 веков. Благодарю за внимание.